Так выглядит медальон солдата Красной Армии. В нём содержалась записка с фамилией, именем, отчеством, воинским званием и другими данными бойца. Жестяной медальон быстро приходил в негодность. Однако он – важнейший источник информации, по которому можно опознать останки участника Великой Отечественной войны. Есть ещё вещи, по которым узнают имя и фамилию. Это личные вещи. Обычно солдаты их подписывали. То есть это кружки, котелки, ложки и всякая другая мелочёвка. Если при солдате, как говорится, ничего нет, то он идёт как неопознанный. Участники поисковых отрядов находят на бывших полях сражений. В воронках, образовавшихся после падения снарядов, останки солдат – личные вещи, оружие и патроны. Исторические артефакты становятся частью музейных экспозиций. Экспонаты, в особенности оружие, проходят процессы демилитаризации, чтобы они были максимально безопасными. Поисковики стараются не избавляться от ржавчины. Так экспонаты выглядят реалистичнее. Большая часть таких в нашем городе находится в городском музее и военно-историческом музее третьего лицея. Поисковики – это одно из направлений деятельности. То есть они находят погибших бойцов и возвращают их домой. То есть это важная работа, но одной этой работой не надо ограничиваться. Поисковики проживают месяц в полевых условиях и по строгим армейским законам. Демянский отряд обнаружил и захоронил с воинскими почестями более 10 тысяч бойцов Красной Армии. Каждую весну и осень его участники собираются на вахты памяти. Двух- или трехнедельные раскопки в самых разных местах района. При обнаружении большого количества останков, то есть туда уже командир принимает решение, выходит весь отряд для более тщательного и подробного изучения, исследования этой местности и поднятия останков бойцов. Сегодня поисковики всерьез задумались о создании собственной общественной организации. Поездки на места раскопок – дело затратное. Получив официальный статус, будет проще привлекать хорошему делу и подрастающие поколения. Дарья Цапорыгина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.